Основным учредительным документом любого юридического лица является устав. В нем закреплены самые важные аспекты функционирования компании. На практике для регулирования отношений между участниками устава не всегда достаточно. Особенно, когда участников в обществе несколько, и каждый из них считает, что делает гораздо больше для развития бизнеса, чем другие. Назревает конфликт интересов при разделе дивидендов, партнеры не могут принять единое мнение по ряду текущих вопросов и так далее. Подобные ситуации на нашей практике совсем не редкость. В этом случае на помощь может прийти корпоративный договор. Что же такое корпоративный договор? Чем он может быть полезен и стоит ли его вообще заключать? Об этом более подробно в нашем ролике. Корпоративный договор – относительно новый инструмент в российском праве. Он представляет собой соглашение, заключенное между участниками хозяйственного общества, направленное на регулирование их прав, в частности, по вопросам голосования на общем собрании участников общества, приобретению или отчуждению долей, акций, уставного капитала. Заключить такой договор участники могут в простой письменной форме. Нотариальное заверение не требуется. Чему стоит уделить внимание в корпоративном договоре? Что же включить в пункты такого соглашения? Об этом необходимо подумать заранее. Обязательно проговорить положение с партнерами, дабы избежать двоякого толкования формулировок, а потом уже задокументировать все в письменном виде. Прежде всего стоит зафиксировать. Размеры взносов каждого участника. Подробно прописать права и обязанности каждого из них с фиксацией гарантии. Порядок смены учредительного состава при продаже долей и наследований. Так, например, заключение корпоративного договора дает возможность его участникам закрепить распределение власти при принятии решений. Можно не только обязать учитывать голоса участников с минимальной долей, но и лишить возможности мажоритарного участника единолично принимать решения по конкретным вопросам. А еще можно договориться, что все дивиденды в первое время не распределяются, а направляются исключительно на развитие бизнеса. Главное, не забывайте, что корпоративный договор не должен противоречить положениям устава общества. Устав общества, как говорится, превыше всего. Подкрепим теорию случаем из нашей практики. Участники ООО «Ромашка» заключили соглашение об осуществлении своих прав, по которым мы были не вправе занимать руководящие должности и становиться учредителями в компаниях с аналогичным профилем деятельности. Предусмотрели даже обязанность передать на свое исполнение в качестве подрядчика все контракты и тендеры в случае, если их выигрывает ООО «Василек», принадлежащее директору, но не продумали до конца механизм принятия решений и передачи прав. Поэтому многомиллионная прибыль по контракту заключенному директору на свое ООО так и не была получена участниками ООО «Ромашка». Как видите, возможности у корпоративного договора масса. Все в ролик не уместится. Это всего лишь малая часть того, что представляет собой корпоративный договор и для чего он вообще нужен. С уверенностью можем сказать, что лучше заключить подобное соглашение, в котором вы и ваши партнеры заранее определите перечень прав и обязанностей, чтобы в дальнейшем направить общие усилия только на развитие вашего бизнеса. Мы же, юридическая компания Юрвиста, будем рады помочь вам разобраться во всех тонкостях корпоративного договора и составить его грамотный вариант. С вопросами обращайтесь в комментариях или звоните нам. Всегда рады вам помочь.